Решим следующую задачу типа B5 из единого государственного экзамена по математике. Периметр параллелограмма равен 50. Меньшая сторона равна 7. Найдите большую сторону параллелограмма. По свойству противоположные стороны параллелограмма равны. Давайте обозначим сторону AD через A, тогда противоположная сторона BC тоже будет равна A. Далее, сторону AB обозначим через B малое. Тогда противоположная сторона DC тоже будет равна B малое. Теперь вспомним, что такое периметр. Периметр параллелограмма это сумма всех его сторон, всех длин его сторон. Поэтому периметр параллелограмма ABCD будет равен 2A плюс 2B. То есть, две стороны равны A и две стороны равны B. 2A плюс 2B. Нам известна одна из сторон. В данном случае меньшее, большее нам это не важно. И нам известен периметр. То есть, мы теперь можем подставить. Ну, предположим, вместо периметра давайте подставим, например, в данном случае точно 50. А вот вместо стороны A, например, подставим число 7. Тогда у нас получится... Давайте сразу подставлять. То есть, тогда у нас получается 2 умножить на 7. Я начну с правой части. 2 умножить на 7. Вот я нашел первое слагаемое. Плюс 2B равно периметру. То есть, равно 50. И теперь отсюда необходимо выразить B. То есть, вторую сторону параллелограмма. Тогда 2B равно... 2х7 это у нас 14. Переносим 14 со знаком минус справа. Получается 50 минус 14. Далее. 50 минус 14. Это будет... Давайте сразу запишем так. 2B равно... Хотя можно было сразу поделить на 2. Значит, 50 минус 14 будет 36. 36 и делим на 2. То есть, B равно 36 разделить на 2. Получается B равно 18. Ответ. Запишем это число в ответ. То есть, в ответ мы должны записать число 18. Ответ. 18. Задача решена.